Добрый вечер, в эфире детали лайф. Земля наших городов, увы, щедро пропитана собачьими отходами, даже около детских площадок. Уже и закон принят, который обязывает хозяев убирать за своими любимцами. Не убирают и дело не только в эстетике. Все это добро опасно для здоровья человека. А если учесть, что одна собака в среднем производит его по 40 килограммов в год, а крупная до 80, то можно представить масштаб бедствия. Обсудим эту тему сегодня. Традиционно можете оставлять свои сообщения на нашей странице ВКонтакте и писать на номер Телеграм. Попробуем зачитать, если кто-то что-то пришлет. А я с удовольствием представляю нашего гостя. Сегодня в студии Владимир Жариков, депутат Госсовета Республики Коми. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Перед тем, как начнем беседу, давайте обратимся к опросу. Мы вышли на улицу и спросили у наших граждан, а должны ли владельцы убирать за собой, как они считают, продукты жизнедеятельности животных. И вот послушаем давайте, что они отвечали. Считаете ли вы правильным, что владельцы собак должны убирать за своими питомцами? Обязательно должны убирать за своими питомцами, потому что никто этого делать больше не будет. Должны убирать. Почему? Ну, потому что все-таки это же участки, дорога, это же общественное место такое. Это же они сами, ну раз собака нагадила, то убери, чтобы людям приятно было. Конечно, конечно. Почему? Потому что вот хожу я на стадионе, и очень неприятно ходить, когда везде валяется все это. Сто процентов. Почему? Ну как? Ты взял своего питомца, ты же должен ухаживать за ним. Так что я считаю, что это очень даже правильно. Конечно, правильно. Почему? Ну, потому что это их животное, их ответственность. Раз приручили его, взяли их себе, поэтому нужно убирать за своими животными, чтобы было чисто. Конечно, должно. Везде же дети же играют. Здравствуйте. Убираете ли вы за своими питомцами во время прогулки? Да, конечно, девушка, убираем. Вот у нас пакетики. Итак, вот мы видим, что общественное мнение практически одногласно говорит, единогласно говорит, что надо убирать. А как вы считаете, вот этот вопрос, насколько сейчас актуален? Ну, мне кажется, вообще все, что касается содержания домашних животных, и в том числе, и, конечно, вот то, о чем сейчас наши говорили жители города, мне кажется, все очень важно. То есть, тут можно говорить о компасной проблеме, это о выгуле собак, о правильном содержании собак, в том числе и уборка за своей собакой. Ну, смотрите, вот ситуация, даже, я переведу пример, когда собака, например, у вас дома что-то такое произведет, вы же сразу же за ней убираете. А почему мы считаем, что улица наших городов, флотуары, это не наш родной дом? Это же наш родной дом. И то есть, если мы туда что-то бросили, это значит, там будет грязно, там будет не только скремент, а и грязь какую-то, и мусор, и так далее. Поэтому я считаю, что от этого зависит чистота наших городов, от этого зависит здоровье, потому что это все-таки в какой-то степени экологическая проблема, потому что, насколько мы знаем, эти скременты, они еще и являются достаточно опасными. Да, мы об этом, кстати, еще потом поговорим. Поэтому я считаю, что нет неважных тем с точки зрения домашних питомцев. Это наши друзья, которых мы очень любим, и любя их, мы должны любить и всех остальных, в том числе и соседей, и самих себя. То есть, в конце концов, должно быть какое-то чувство ответственности, да? Совершенно верно. Отвечать за них, потому что они не могут за собой убрать, мы должны за них отвечать. Вот, а это вырабатывать, должно сразу ответственность в человеке, и он должен, вот здесь все же, вот, жители сказали о том, что это очень важно, и это нужно делать. И правильно вы сказали, что действительно в 2018 году еще загон был принят. Но, к сожалению, в законе об ацентрированных правонарушениях, в КАОПе, так и не появилась никакая статья, которая бы наказывала за это, да? Какие-то же санкции вводила. Все регионы там по-своему как-то пытаются это все регулировать. Ну, все так это, все очень спонтанно, и не везде это работает. Ну, вот среди ваших знакомых собаководов, есть ли те, кто действительно убирает за своими животными на прогулке? Ну, я могу сказать, что у меня у дочки есть собака такая вот, ну, она дворовая, но достаточно большая, вот она всегда убирает. Ее знакомые, я знаю, что убирают там, да? То есть, она такая достаточно ответственный человек, вот. Ну... Не стесняется, в общем, да? Нет, а что в этом такого? Мне кажется, наоборот, это даже вот, даже похвально. Это проектизует человека, что он ответственный перед обществом, прежде всего, и перед самим собой. Вот моя коллега, Алена Туркина, тоже ответственный собаковладелец, на каждую прогулку берет с собой специальные пакетики, они мешочки, они у него буквально везде, насколько я знаю, рассованы, распиханы, считает нормой приличии убирать за своим питомцем. Всем привет! Прямо сейчас я вас приглашаю на идеальную прогулку. Ее формула очень проста. Берем себя, в первую очередь, хорошее настроение. Конечно же, не забываем про любимую собаку. Кевин, иди сюда, покажи с телезрителем. Но в этом уравнении есть кое-что неизвестное. Это пакеты для уборки за своим животным. Убирать или нет? Вот в чем. В общем, вы поняли, этот вопрос хоть и не шекспировский, но очень злободневный. Нам, собачникам, прекрасно знакомы эти презрительные взгляды, недовольные цоканья прохожих, момент, когда питомец, скажем так, отошел по делам. И резко сменившийся гнев на милость при виде пакетика мы тоже знаем. Убирать за своей собакой – это своего рода норма приличия. Поделюсь своим опытом. Все-таки я собачник с почти десятилетним стажем. Пакеты для уборки экскрементов я ношу всегда с собой. Вот такой небольшой рулон. Его можно без проблем положить. И в карман штанов, и в сумку, да вообще куда угодно. То есть он много места не занимает. Но, честно признаюсь, можете кидаться в меня тапками. Убираю я не всегда и не везде. Если в черте города моя собака наделает делов, тут, конечно, без вопросов. Моя общественная позиция не даст мне оставить то, что он наделал так, как есть. Но, если мы, например, гуляем в лесу, смысла убирать своей собакой там я не вижу. Дело в том, что в естественной среде это все разложится буквально за считанные дни. А в таком пакете процесс растянется, мне кажется, на сотни лет. Экологический вопрос тут не затронуть нельзя. Конечно, сейчас есть пакеты с приставкой «био». Мол, по заверению производителей, разлагаются они так же, как бумага. Но экоактивисты в один голос твердят – это лишь маркетинговый ход. А такой пакетик превращается в микропластик. Хорошей альтернативой в этом вопросе может стать обычная бумага или газета. Они-то точно урона природе не нанесут. Но тут мы натыкаемся на второй корень проблемы. Специализированных урн для собачьих экскрементов практически нет. А ходить с такой бумажкой в руке – не самый лучший вариант. Несмотря на эти нюансы, по моим наблюдениям, собачники все чаще убирают за своими животными. Сохраняя тем самым внешний вид улиц чистым и ухоженным. Ведь в этом вопросе, как у Булгакова, разруха не в клозетах, она в головах. Ну вот мы видим, да, Лена с собой носит пакетики. Наверняка много таких же тех, кто держит владельцев собак, тоже с собой носит и убирает за своими питомцами. А мы же покупаем, если взять вот обычные наши дни, наши жилье, пакеты для мусора, да? Почему бы не купить, собственно, и пакетики для питомца, за которые можно потом убрать. Это надо, может быть, как-то все-таки эту культуру привить. У нас, наверное, пока еще это где-то на зачаточном уровне. Ну, вот в том числе передача, в которой мы с вами сейчас участвуем, наверное, тоже в том числе является элементом, одним из венев этой цепи, чтобы мы как бы рассказывали людям, да, все больше, что... Ведь я вам приведу пример, когда, вспомните, там, нулевые годы, там, 5-6-7-й год, пешеходов не пропускали. Было дело. Было дело, да, вообще не пропускали. А потом ввели штрафы, такие серьезные штрафы, и начали пропускать. И постепенно сейчас, вот, посмотрите, хоть кто-то не пропустит, ну, 1%, может быть, да, там, кто сильно оторопится. А так пропускают. Но я думаю, что мы на верном пути. Вот. Надо заниматься социальной рекламой, надо, мне кажется, все-таки вводить штрафы, в том числе, за безответственное обращение. Вот, кстати, я хочу сказать, что комитет сейчас Госдумы поддержал введение штрафов, в том числе из-за укуса животных, из-за, для граждан, за несоблюдение общих требований к содержанию животных, да, вот. Потому что я вам уже говорил, что закон-то был принят. Да. А в кодексе о административных правонарушениях ничего не появилось, никакой статьи, что можно было бы, ну, как бы, человеку там, ну, ставить протокол и... То есть, по сути, закон не действует? Да, закон, ну, да, то есть, закон есть, но он не действует. Поэтому вот предлагается штраф от полутора до трех тысяч рублей, вот, поправка такая. Она уже принята? Нет, о первом чтении. О первом чтении. Часто же о втором чтении, да, но о первом чтении, причем принято очень давно, и где-то, чуть ли там, не в 21-м году, ну, вот мы как-то двигаемся медленно, но все-таки двигаемся, и в конце концов, я считаю, что это понудит все-таки людей к уборке территории. Это пример, например, многих-многих стран об этом говорит. Везде штрафы достаточно высокие. Ну, это опять же, что делать, если мы по-другому? Вот нужно, в том числе, и этот метод тоже. Ну, и пряники тоже как-то нужны. И пряники тоже нужны. Тут надо поощрять людям, надо подумать, как. В том числе, мы тут думали по этому поводу, ну, разные вариации есть там, да, как-то поощрять какие-то магазины, где там какие-то кормами торгуют для животных, там, могли бы им там какие-то скидки давать, там, которые вот стабильно там эти пакетики покупают. Ну, там, в общем, можно как-то придумать. Можно, можно подумать. Все при желании, все можно. Я знаю, что, да, вопрос уборки за питомцами часто обсуждается, и в том числе на площадке общественной палаты. Об этом вот говорит и Галина Лапшина, заместитель председателя палаты. Она уверена, что в силах каждого сделала так, чтобы в наших городах было чисто. В частности, вот где-то, наверное, год тому назад была очень большая встреча. На ней принимали участие представители Государственного совета, Городского совета, родительская общественность, другие общественные организации, представители МВД, представители ТСЖ, которые выступали очень эмоционально, и вот как раз они возмущались, что насколько сложно, тяжело приходится работать вот у них дворником на местах. Да что дворником? Дворников. Мы же все прекрасно понимаем, как выглядит наш город весной. Вы знаете, я бываю в Мичуринском парке, особенно весной, солнышко пригревает, очень много выходит на улицу утром, кто-то с палками, кто-то бегает, кто-то с детьми, и есть прекрасная, хорошая площадка для выгула собак, и тем не менее, все равно собаки бегают не там, где надо. При всем при этом, даже если человек с собачкой идет на эту площадку, собака – это не человек, она, когда ей захочется, тогда и сходит. Но надо уважать друг друга, уважать соседей, уважать тех, кто рядом с тобой находится, уважать своих детей и чужих детей. Есть люди, стали появляться те, которые внимательно относятся к этой проблеме, и не оставляют продукты жизнедеятельности своих четвероногих друзей на обозрение других. Ну вот, Галина Анисимовна сказала, да, я знаю, что тут вы тоже участвовали в одной из таких встреч, да, буквально два года назад было. Расскажите, какие, может быть, были предложения по поводу того, как приучить людей все-таки убирать за питомца? Ну, еще раз говорю, вы правильно сказали, и кнуты, и пряники, да, были предложены, и в том числе и нужно инфраструктуру строить нам какую-то, и площадки для выгула собак. Ну, это такая перспектива достаточно долгая, да, там, строить нужно… Нужно планомерно работать. Нужно выделять места, планомерно с этим работать. Это не говорит о том, что нужно вот перестать убирать или там что-то, это все равно нужно делать параллельно. Там были предложения, прежде всего, конечно же, начинать регистрацию домашних животных, владельцев, вот, потому что чипировать их и так далее. Когда они будут зарегистрированы, мы понимаем, чья это собака, чье это животное, вот, это было одним из предложений. Было предложение все-таки ужесточить требования, то есть, ну, ввести какие-то штатные санкции, тихонечку к этому тоже движемся. Инфраструктуру создавать, ну, и в том числе и поощрять тех, кто убирает, вот, особенно на первых парах, да, вот, теми вещами, о которых я вам говорил, там, скидками разными, там, различных магазинов и так далее. Вот тогда это все было высказано. Вот, ну, и, конечно же, пятым пунктом это было социальная реклама, как можно больше, где-то в лифтах, где-то там, прям, в подъездах, где-то на улицах таблички устанавливали, что, пожалуйста, ну, вот, давайте чистоту сохранять и убирать в импетенцию. То есть, там много разных было. И много уже сделано, подготовлены уже некие материалы общественниками, я знаю, мы там создали некую такую инициативную группу, и они там уже, предложения есть уже, где-то были, выходили какие-то статьи уже там про... Да, мы об этом, кстати, еще поговорим, свяжемся с кинологом ближе к концу передачи. Ну, а сейчас у нас на связи депутат Госсовета Виктор Бетевсин. Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы как тоже, насколько я понимаю, знаю, вы тоже владелец собаки, как вы относитесь к этому вопросу уборки своим питомцам? А как? Легко отношусь, потому что со своей собакой нужно убирать. Наша ответственность, наша культура, и вполне-вполне рационально. Макетики взял, их большое количество, хоть белоразлагаемые, хоть бумажные, хоть какие, вышел с собакой погулять, и, думаю, собак у меня крупно, гуляем мы много. Вот 4, 5, 6 пакетов всегда с собой. Поэтому это нормально, это весь цивилизованный мир у нас так себя ведет, и поэтому, если мы говорим, что мы какая-то культурная и хорошая рациональная нация, нужно относиться с уважением к тому, что нас окружает. В первую очередь, да, чтобы была культура и на улице, и чистота. Но у вас тоже были какие-то инициативы, я знаю, по поводу того, чтобы вот эту культуру уборки за своим животным все-таки внести в массы? Ну, во-первых, мы понимаем, что у нас, если мы вообще берем процент такой позитивной пропаганды по отношению с животными, у нас она хромает на обе ноги. Почему? Потому что, опять же, помимо вот самого выгула, у нас, который есть пресловутый, у нас запрет самовыгула так в большом случае не популяризирует. То, что все равно мы случаем, каждый день видим эти случаи, когда у нас собаки утром выходят вместе с хозяевами, и вечером только запускают домой. В то же самый момент, понимая, что вот эти собаки, которые на самовыгуле, это у нас, с одной стороны, есть угроза приплода, с другой стороны, да, это грязная наша ситуация на улице, которая может быть, потому что собаку никто не убирает, никто не сидит, никто ничего. Пропаганды так-таковой вообще у нас нету, да, она есть, только когда, когда ситуационная у нас проблема. До этого момента мы об этом не говорим, мы не рассказываем, а с другой стороны, фактически, правильно, мой сказал мой коллега, да, выше, что нам все-таки нужно выходить на более высокий уровень. Там, если мы берем другие города, наши необъятные страны, там, регионы, вплоть до билбордов больших, огромных, которые у нас есть по соцрекламе, в городах это можно разместить. Да, даже мы берем Москву, Питер, Новосибирск, Красноярск, правильное отношение к животным и за животным у них это популяризируется. Наверное, поэтому у них такой проблемы так таковой и нет. И плюс мы должны понимать, что штрафы, к сожалению, большому, это неизбежно, но штрафы могут, да, людей дисциплинировать. Как за самовыгул, так и за то, что собака сделала на улице. Потому что у нас же есть штрафы за курение на общественных местах. Тем более здесь у нас единственный момент, все-таки это должно быть более активно в формате делать. Потому что за самовыгул, который у нас есть, зачастую выписывают только предупреждение язв. С этой практикой мы сталкиваемся регулярно, и ваш телеканал нам помогал в том году бороться с этим. Но у нас пока вот есть такие форматы, которые у нас не работают, слово совсем. Ну вот, в общем-то, есть еще, да, поле для деятельности еще большое, в том числе и для законотворческой. Да, да, да. Да, есть законотворческое, но опять же мы должны понимать, что законотворческое мы предлагаем, а по моменту того, что есть реализация законопроекта, который есть сейчас. Когда мы выходим на места, да, вот мы буквально сегодня разговаривали по поводу самовыгула, там с моей помощницей и с ребятами, с студентами из Академии Госслужбы. Вопрос к тому, что зачастую за самовыгул у нас идет только предписание. Да, там написали, участковый установил собаку, написал, все вроде бы, есть предупреждение на руках и все. Штрафы не дают. Но опять же, когда это регулярная уже система, это уже проблема. Вот. И с другой стороны, мы понимаем, что такого именно пропагандистского пласта у нас такового нет. Это тоже большая проблема, потому что мы больше посвящаем там курению, да, но здоровье и культура идет всегда вровень. Поэтому это нужно все-таки уважать, ценить и уважать каждого, кто у нас здесь есть. Самая большая проблема, которую, может, стоит отметить, это проблема выгула еще маленьких собак, которые, как у нас большинство хозяев, но маленьких собак за своими животными не убирают. Но она же маленькая. Но когда мы понимаем, что эта маленькая собачка берет там территорию чуть ли не в гектар под свой реалопитание, да, на примере, можно сказать, там, наш парк-строитель, да, где есть площадка для выгула животных, но даже там они нигде не убирают, но она же маленькая, да, это йоркширы, это шпицы и прочее. Ну да, да, да. Да, на этой же маленькой площадке у нас акцент большой, что есть большое количество детских, господи, качелек, которые, да, там дети гуляют. И вот обратная ситуация, культура нет, культура уважения друг к другу. В общем, надо... Культура уважения друг к другу, если нет... Надо усилить пропаганду, да, правильного поведения. Да, да, абсолютно. Спасибо. Да, и социальное поведение, поэтому самое главное, самое важное. Спасибо, Виктор, спасибо большое за ваше мнение, спасибо. Ну вот, действительно, говорим опять же, да, что нужна какая-то общественная нормальная работа, вот и хорошая, правильная пропаганда. Ведь какие-то действительно вопросы, связанные вот с курением, мы общественность подключаем, а здесь вот в этом вопросе немножечко мы просели. Ну, ничто не мешает. Я знаю, что общественники, с которыми вот я работаю, они подготовили специальные там видеоролики даже там по этому поводу. Пожалуйста, и ведь телеканал, и вообще телевидение – это страшная сила, как говорится. Ну, пожалуйста, можно там 10-20 секундный ролик и качество социальной рекламы включать. Это же, мы же понимаем, тут же идет всегда борьба за каждого человека, за каждого. То есть если мы будем вот, ну, где-то один, второй, третий, там потом начинается движение, мультипликативный эффект, плюс штрафы, плюс еще какие-то, плюс площадки. В этом все в целом состоится вот этот реол, и когда мы уже начинаем понимать, что это правильно. И когда уже наоборот будет, если ты не убрал, это будет… Это уже стыдно будет. Это уже будет стыдно, и вырываться как бы из общего контекста, да, и это будет неприятно. Поэтому здесь вот, и мы начинаем эту работу. Хорошо, что вы пригласили вот нас и поговорить, и в том числе как бы общественников, это очень важно. Вот, и мы подготовили социальную рекламу, просто, ну, нужны кое-какие вложения, в том числе и государственные, наверное. Ну, надеемся, нас услышат. Сейчас перенесемся еще в один крупный город нашей республики Ухту. Там проблема с собачьими экскрементами тоже весьма актуальна. Об этом нам рассказала директор предприятия, которое занимается озеленением у города и следит за чистотой в десятках скверов и парках. Горзеленхозу, предприятию, да, передано в оперативное управление детский парк, парк культуры и отдыха, набережная газовиков. И скверы, которые находятся на территории Ухта, их порядка 55 скверов. То есть, в весенний, летний период, в осенний период, да, сотрудниками предприятия проводится уборка территорий, да. И на данных территориях с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся, что много было вопросов о том, что не растут газоны, да, вот на набережной газовиков. Трава в ней везде входит, не сходит, да, но есть этому всему объяснение того, что там гуляют хозяева с собаками, и поэтому, получается, все загажено питомцами. У меня убедительная просьба, да, ко всем жителям города Ухты, то есть, кто гуляет со своими собаками, большая просьба, убирайте за своими питомцами, иначе никогда город не будет чистым, и всегда будет происходить вот то, что происходит на сегодняшний день. То есть, там гуляют наши дети, там гуляют взрослые, да, кто-то, но везде, на каждом квадратном сантиметре у нас экскременты животных. Ну вот тоже у них-то в Северной Жемчужине свои проблемы, но эта же проблема актуальна. Узнавали ли вы, как обстоят дела с этим в других регионах, может быть, или в других странах? Да, немножко изучал, ну вот в Москве, например, там они просто в правила благоустройства включили, там не стали ждать никакого вот этого КОАПа, изменений. Они там штрафы на уровне Москвы ввели, и вы знаете, там фактически вот, ну, насколько я знаю, эта проблема меньше как раз беспокоит москвичей. В Тверской области тоже там, все идут по пути, там, каким-то разным путем же, ну, вносят в правила благоустройства просто изменения. В каком плане? Оставление мусора. Ну, это же тоже мусор как бы, да, и вот таким путем немножко вот, каким-то таким, немножко путем таким, значит, все-таки они выходят на то, чтобы каким-то образом людей привлекать к ответственности за это, наконец начинать, да. И где-то получается, рейды проводят, прям рейды какие-то, да, и где-то получается, там, вот в Московской области тоже я смотрел. А в других странах вообще, вот я прочитал, в одной стране там делают, регистрируют животное, привязывают его к хозяину, еще и берут у него анализ ДНК. И если, допустим, просто какая-то там соседка обнаружила там какие-то фекалии, эти фекалии просто берут, потом в базу заходят и сразу знают, кто хозяин и чья собака. Все сразу и штрафуют, и штрафы там такие, что там просто, я не знаю. Что лишний раз лучше убрать. Лучше убрать, да. Вот вообще пошли таким путем, уже как бы лет 12 таким вот образом. Ну, во многих странах просто как бы фиксируют, и соседи как бы неравнодушны, и там тоже проще лучше убрать, чем как бы, и культура эта постепенно воспитывается. Ну, плюс ко всему, надо сказать, что собачьи экскременты, они очень довольно вредны для здоровья. Мы вот нечасто задумываемся, что продукты жизнедеятельности могут представлять опасность для здоровья человека. Вот какие болезни в них скрываются, об этом рассказал врач-аллерголог Владимир Лебедев. Отходы животных опасны прежде всего заражением такими паразитарными инфекциями, как токсокороз и хинококос. Чаще всего у нас встречается токсокороз. Источником заражения у нас служат это собаки чаще всего. В их фекалиях могут содержаться яйца токсокар. Группой риска у нас являются дети от годика в среднем до 5-6 лет, которые наиболее часто у нас играются в песочницах, на улице время проводят. Активно контактируют с почвой и песком. Были у нас проведены исследования по стране, где было доказано, что около 40% песочниц все-таки у нас заражены яйцем таксокар. Основные меры профилактики у нас это прежде всего пожелать хозяевам домашних животных, своих собак и кошек, выгуливать их в специально отведенных местах. Также основное, конечно же, это убирать за своим животным, то есть брать с собой хотя бы какие-то элементарные пакеты, потом это все утилизировать в контейнеры. Это, конечно, поможет прекратить распространение данных паразитарных инфекций. Ну вот видите, да, какую опасность представляют из себя экскременты. Проблемой уборки собачьих экскрементов занимается немало людей. Проводятся разные акции, привлекающие внимание к этому вопросу и направлены на воспитание владельцев собак. Об одной из таких акций мы сейчас узнаем. На прямой связи с нами кинолог Анна Попова. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, про акцию «Чистый город», участником которой вы тоже были, являетесь, как она прошла или проходит, или планируется еще, может быть? Да, я являюсь участником инициативной группы проекта «Чистый город». На сегодняшний день проведены подготовительные работы. У нас готовы листовки, которые мы планируем распространять в разных частях города при помощи волонтеров в предполагаемое время выгула домашних питомцев. У нас подготовлены видеоролики разной продолжительности, которые мы также планируем распространять через социальные сети, на телевидении и в других информационных каналах. И вышли уже статьи в печатных изданиях в детском журнале «Радуга» и в журнале «Дом». Значит, что такое проект «Чистый город»? Он направлен на формирование культуры, содержание домашних животных, в частности собак и их выгула, а также популяризацию ответственного собаковладения. Значит, о чем говорится в листовках, в наших видеороликах и в статьях? О том, как важно и нужно убирать продукты жизнедеятельности за собаками. Не важно, маленькая это собака или большая это собака, не важно, какая стоит погода на улице, не важно, где сходила собака, в лесу или где-то на газоне, под кустиками, или это сделано на тротуаре. Это нужно делать, и это не стыдно. Анна, знаю, что вы еще тоже, естественно, владелица собаки, и даже, может, ни одной, если не ошибаюсь. У вас как обстоят дела вот с этим процессом, скажем так, выгула? Мы живем в частном секторе. Я объяснила своей собаке, что на нашем участке, где у меня грядки, где у меня клумбы, где играют мои дети, где растет газон, в туалет ходить нельзя. И уже дальше моя ответственность обеспечить собаке выгул, который в полной мере, как сказать, удовлетворит ее потребности. То есть, если она у меня привычена к двухразному выгулу, мы утром-вечером выходим на прогулку, в лесок, на полянку, где я, конечно, убираю обязательно за ней фекалии, потому что я люблю активно с ней гулять, играть. Я не хочу смотреть себе под ноги, неприятно наступить. Я хочу гулять там, где чисто. Ну, наверное, не так уж сложно собаку приучить, да? Если постараться просто. Ну, конечно, если мы формируем поведение щенячьего возраста, оно практически формируется само собой. И своим ученикам, кто приходит ко мне на дрессировку, особенно владельцам кобелей, я объясняю от кобели, потому что они любят все метить, я объясняю, что не обязательно выводить собаку из подъезда, и она должна поднимать ногу и справлять естественную нужду прямо на клумбу, прямо на забор. И очень неприятно видеть, особенно зимой, да, о том, что у нас вот такая неприятная картина возле подъезда. Собака прекрасно потерпит еще пару минут, отойдя за дом, на полянку, и сделает свои дела в более подходящем для этого месте. Спасибо большое, Анна. Желаем, чтобы как можно больше людей интересовались, как правильно сформировать вот это поведение у собаки, в том числе, а главное, у нас сформировать это поведение, культуру выгула. Спасибо. Да, конечно, все зависит от человека. Пожалуйста, до свидания. Спасибо большое. Ну, вот Анна ответственный такой собаковладелец тоже, да, видим, что... Объяснить даже может своей собаке. В принципе, такие ведь навыки, они, мне кажется, ну, доходчиво можно просто и людям рассказать, чтобы они потом это спроецировали на своего питомца, и таким образом, собственно, города наши стали чище. Благодарю вас, что пришли к нам сегодня на эфир. От вас пожелания владельцам собак. Ну, давайте просто будем любить наших собак, уважать наших соседей, любить наш город, наши города, наши дороги, наши тротуары. Прежде всего, это любовь к самому себе, конечно же. И если мы все вместе, вот как за чьюфракова, поймем, что это нужно делать, и отвечать за своих животных, и любить нашу страну, нашу республику, наши города, и всех, кто нас окружает, окружающую среду, то у нас все с вами поменяется. Спасибо вам большое. Желаем, действительно, чтобы как можно больше ответственности все-таки в себе проявили владельцы питомцев. Гуляйте с собаками, наслаждайтесь жизнью. Всего вам самого хорошего. До встречи.